Деревня Соболи официально находится в зоне с правом на отселение. Местных жителей начали переселять в другие регионы сразу после Чернобыльской аварии. Нину Сергеевну вместе с родственниками отправили в Реческий район. Но жить там семья не стала. Там ничего не было. Двери просели, трубы плохие, невозможно было топить. Вот это так мы жили. Что они, переселили нас в болото, переселили в низину. Так мы в свой дом переехали и сидим. Теперь Нина Сергеевна живёт одна. Все её родственники в Соболях умерли. Родная сестра время от времени зовёт пенсионерку в Минск. Но Нина Сергеевна отказывается. Не хочет бросать дом, который построили родители. По её словам, никаких льгот, как потерпевшая от Чернобыльской аварии, она не имеет. Пенсию в 2 миллиона 600 – это 130 долларов – Нина Сергеевна в основном тратит на покупку еды. Картошки какой купим, да лука, да свёклы. Знаете, навозы нет, так и урожай не очень-то. Время от времени к жителям Соболей на плановый осмотр приезжают врачи. Три раза в неделю здесь бывает автолавка. Привозят почту. Вот и все блага. А ведь до аварии в деревне работали школа, детский сад, дом культуры, лесопилка, мельница и три магазина. Но 80-летний Илья Степанович всё равно доволен жизнью в деревне. В Соболе он перебрался из соседней деревни Глуховича в 86-м. Пенсии Илье Степановичу достаточно, чтобы не держать своё хозяйство. А вот к местному медицинскому обслуживанию пенсионеры относятся с иронией. Теперь как? Лечение бесплатное? В больнице лежишь за свои деньги, покупай лекарства, таблетки эти, уколы все. Покупай свои. И лечение бесплатное. Радиации Илья Степанович не боится. Никто не знает, какая радиация. А японцы как приезжали? Первонаперво сюда, да увидели клубнику, так рвут и едят. Также философски относятся к радиации другие жители Соболей. За радиацию хотя молчите. Я приехала ещё с большей радиацией. У меня было 350. Я приехала с Коми СССР, там малая земля. У вас тут на этой радиации нажились и нажились. Забытой деревню Соболей не назовёшь. Сюда нередко заглядывают учёные, журналисты и политики. Александр Лукашенко, правда, до деревни не доехал. Зато регулярно обещает не забыть жителей, потерпевших от аварии белорусских территорий. Я думаю, что за эту пятилетку мы с вами в основном прекратим разговоры о том, что ах, ох, у нас Чернобыльская республика. Мы немало сделали за последнее время, и я не жалею и времени, и средств, которые мы затратили не только на реанимацию, а сегодня уже на возрождение чернобыльских территорий. В Соболях признаков возрождения пока незаметно. И чем дальше от чернобыльской трагедии, тем меньше шансов, что люди вернутся сюда всерьёз и надолго. Анна Мызенко, Павел Подобед для программы «Настоящее время» из Гомельской области. Продолжение следует...